Всем привет, с вами снова я, Николай Соболев Резкий, конкретный, бескомпромиссный Две недели осталось до конца 2020 года, но уже можно смело констатировать Он был непростым Воу-воу-воу И вот как же символично под конец года закрылась передача, которая так сильно нас радовала все это время Жить здорово с Еленой Малышевой Рокшейки, матки, хикипатии Где, скажите, мы еще сможем посмотреть, как здоровая матка танцует? А во мне человечек поместится Это яичники И где мы, простите, найдем ответ на главный вопрос человечества? Как правильно какать? Невероятно Сели на унитаз, колени, выше бедер Обалдеть Вот такое оно искусство какать Кто именно расскажет нам, как это делать не по-ублюдски? Ну что, покакали по-королевски? Да ежи Подумайте о ваших попах, какайте по-королевски Я правда не понимаю, зачем? Пора заканчивать Ну что, ребят, я вижу тут два варианта Либо жить уже действительно не так здорово Либо кому-то очень сильно не понравились прогнозы Елены Малышевой На тему коронавируса Если это происки американцев, то они опозорились Потому что вирус слабый Да, даже жаль, что информацию о закрытии жить здорово Первый канал все-таки опроверг Ах ты сука, ё-моё, бля Спросим, речь у нас сегодня пойдет немного о другом Три истории, за которые нам реально очень стыдно в 2020 году Мне стыдно Ведь очевидно, что главные символы этого года Это даже не перчатки, это даже не маски Это слабоумие и отвага Либо им си машем, парни С пугающей улыбкой на лице мы наблюдали Как Василий забил под завязку Дворец на несколько тысяч человек Ну, конечно, заявляя, что проводил он этот концерт В соответствии с новыми правилами Не рассмеяться в голос просто невозможно И вот сейчас, конечно, можно было бы пропесочить Василия За его какую-то определенную наивность Ну, это ошибка была Ну, давайте честно Вот как вам, например, кажется Вот каким образом региональная власть Которая дает разрешение на проведение концертов И организаторы вообще представляют себе честное соблюдение этих правил Это что за угар такой? Полная ахинея О, да, вы замеряете температуру на входе Ну, ничего себе Защита кибер-класс Вообще, не обращаем внимания, что люди, которые приходят с мороза На термометре показывают 35 градусов Вот просто забудем об этом Это чушь Вы якобы организовываете, чтобы все находились на расстоянии полтора метра друг от друга Ну, да Что, вы такие наивные, что ли? И вот каким образом, вообще, хотя бы теоретически на концертах Хоть на каком концерте это можно осуществить? Так нельзя делать Огораживать людей столбами Или пригласить ведьмака Разойдись, свинопасы Или господин ведьмак вам таких пи***ли отвесит Судя по тем же роликам в инстаграме Басты получилось не особо Но едем дальше Вы раздаете все маски на входе Вау, вот так класс Очень даже интересно А вот как организаторы на таких мероприятиях контролируют, чтобы человек не снимал маску через два метра после того, как ее получил? Может быть, суперклей? Клей-момент Клеит все Поправьте меня, если в реальности все происходит не так, как на этом видео Да ни один человек в мире, ни в одной вселенной никогда не пойдет на то, чтобы стоять в маске весь концерт, подпевая под сансару И вот какой же все-таки произошел, ребята, конфуз региональной власти Ну просто, ну никак не заметили, что какой-то там исполнитель собирает под одной крышей 10 тысяч человек Вы думаете, что я вас не переиграю? Классто, настоящий хитрец, но вот прямо в пандемию вот так все это хитро провернул, пока там эти полицейские отвлекались на какие-то рейды по барам ночным Среди ночи ворвались сотрудники полиции, 15 человек ОМОНа, Следственный комитет, Роспотребнадзор 15 человек ОМОНа ворвались в бар на Рубинштейна под названием Комод для того, чтобы скрутить 15 человек, которые там находились Ну вот это действительно настоящий героизм Нашу честь будут называть сыновей Да, вы могли снова подумать, что вот она, вершина абсурда, но вы еще не знаете, что сказал вице-губернатор Петербурга После проведения всех этих акций Теперь воздуха в грудь Со стороны полиции насилие это обязанность Для хорошего дела иногда требуется немного насилия Блин, он даже как-то не знал, что вице-губернатор Петербурга это оказывается Александр Лукашенко Черного немедленно отправить в отставку В силу законодательства полиция это орган насилия Насилие возможно только со стороны органов правопорядка Садомитые! Знаете, я всегда думал, что орган насилия находится где-то ниже пупка Но нет, оказалось, что это наши бравые полицейские И да, вот за такое лицемерие, вот за такие вот прекрасные цитаты, которые уйдут в лета, мне действительно становится очень стыдно Но это далеко не все, о чем сегодня хотелось бы с вами поговорить Но прежде чем мы начнем Это Герман, создатель компании «Преуспевающий успех» А это его новый автомобиль BMW 850 8 миллионов рублей по карте или наличной Квартира с шикарным видом в центре Москвы 200 тысяч рублей в месяц Талантливые работники 1 миллион рублей в месяц на зарплаты Повторить первое свидание с любимой девушкой Бесценно Есть вещи, которые невозможно взять в кредит Для всего остального есть Альфа-банк Причем про проценты в первые три месяца можно вообще забыть Потому что если берешь кредит в Альфа-банке, то процентные начисления начинаются только с четвертого месяца Заявку можно оформить на сайте банка и получить одобрение в течение двух минут Это примерно столько же, сколько длилась по времени эта интеграция От 50 тысяч до 5 миллионов рублей Кстати, акция временная и будет длиться только до 27 декабря Решение онлайн за две минуты, переходите по ссылке прямо сейчас Ну а мы продолжаем Нужно больше денег, больше крови, больше страсти, вон на поле Стыдная история номер два, безусловно, Артем Дзюба и реакция общественности И знаете, тут меня просто разбомбило нахрен, ведь это даже несправедливо Наша страна одна из самых гомофобных стран в мире Такую Россию ты выберешь Дикторы Первого канала никогда не стесняются в выражениях А Радуга это чуть ли не символ вселенского зла у нас Но как только выясняется, что Артем Дзюба это не тот как раз таки человек, о котором мы могли подумать после этого видео Имитирует гомосексуальный контакт А самый настоящий натурал, который в свое личное время записывает вот такие вот ролики, тут сразу же понеслось Это не угар, это позор Артема лишили капитанской повязки, отстранили от сборной Капитан сборной, Артем Дзюба не будет вызван на ближайший матч И мне вот больше всего интересно, а вот какой вот именно кадр из этого ролика больше всего шокировал тренера Черчесова Может его удивило, что у Артема Дзюба есть член или то, что он умеет работать языком, вот серьезно Еще есть вопросы, что я вам должен говорить, что я говорил или что? Нет, но мне на протяжении уже целого месяца интересно, вот как так получается? Почему главный тренер сборной после этого омерзительного слива, после всех этих ужасных комментариев Да, Темыч, зашкварился конкретно Почему он в этот момент еще и берет и трусливо отказывается от человека, который приносит результат? Какой он вред может нанести команде? Комментатор это, конечно, отдельная история, тут каждый комментарий можно разбирать отдельным роликом Наркоту надо поменьше употреблять Мне прям реально обидно стало за людей, у которых, наверное, ну не знаю, встает только под стимуляторами А какой капитан, такая вся команда Слава богу, Артема Дзюбу отстранили побыстрее от футбола, и он еще не успел, наверное, всех там перезаражать этим грехом Я не идеален, как и любой человек, все мы грешные, к сожалению Я бы сказал, Артем Дзюба, все грешны на тебе похайпить, и они собрали реально эти огромные эфиры, как обычно Личное дело, разумеется, не призываем, но Личное дело, говорили они на всю студию, выводя голый затор Тема Дзюбы Фото были украдены с телефона То есть, правильно ли я понимаю, первый канал, вы приглашаете вот очередных псевдоэкспертов, которые говорят все эти глупости Мы бы себе этого не позволили На фоне личных украденных фотографий В Советском Союзе секса нет Я не знаю, что там в Советском Союзе, но у вас голая жопа за спиной Такой футбол нам не нужен Прямо за вами Но это же все равно безобразие Но это же безобразие И вот за этих людей мне реально очень стыдно, но уж точно не за Артема Дзюбу Блин, ну вот что вот такое вот они могут все время придумывать, что загонять Когда у нас в стране происходит реальная дича, не только в интернете И угадайте, почему Илья Мэдисон рассуждает о возможной блокировке Ютюба Почему мы, собственно говоря, настолько боимся обсуждать такой вариант развития событий, как блокировка Ютюба Да, правильно, потому что Илья Мэдисон в очередной раз рофлет Но это нисколько не уменьшает чувство стыда, когда я смотрю на трэш-стримы и на то, что в последний месяц буквально развернулось на наших экранах Стыдная история номер три Мэл Строй и вообще все трэш-стримеры России Просто грязь Уже абсолютно все, по-моему, знают этого парня, то, какой он действительно мудак Кто обзывается, кто так и называется, да? И мало находятся людей, которые не слышали в последнее время о стримере, о другом переплюнувшем, кстати говоря, того стримера Рифлае Я король двочанов Ну так оно и есть Все знают эти фамилии сейчас уже Да, например, это тот самый молодой человек, который не пускал свою девушку в дом, потому что там говной воняло А в итоге, когда эта девушка умерла от переохлаждения, он занес ее в дом и начал прямо во время стрима убиваться Положив ее на диван и порыдав для вида Просыпайся, я тебя умоляю, просыпайся В прямом эфире ждал скорую и делал самое подходящее, что нужно делать в таких ситуациях Правильно слушал грустную музыку И знаете, что меня больше всего удивляет сейчас? Это то, что всех так удивляют эти трэш-стримы Как будто бы кто-то не в курсе, что такое происходит не только там Такое происходит ежедневно, в реальной жизни Ну, пиздец, вообще всем похуй Пару лет назад мы уже проводили эксперимент на глазах вызванных курьеров, устраивая жесткую домашнюю сцену Я тебя не раз просил, ты что, не понимаешь? Да, результаты этого эксперимента, они актуальны, как бы и сейчас Никто даже пальцем не хочет касаться вот того, что относится не к нему Ничего страшного, да? Ну все, хорошо, давай, посмотри документы И вот давайте посмотрим на сухую статистику Сейчас у нас буквально за два месяца две жесткие драмы Две человеческих жизни Парни издеваются над девушками Прям за ногу тащу, нахуй, 50 лайков будет, нахуй, за ногу тащу ее прям А их адвокаты вообще умудряются заявлять, что это все просто какая-то постановка Вот они просто сценки отыгрывали Это просто постановочные ролики для того, чтобы набрать какие-то лайки На, сука! Лайк Но, блин, не забывайте, что такое происходит не только где-то в интернетах Такое происходит везде И проблема состоит в том, что статья о домашнем насилии в России декриминализована, если что-то дома и у кого-то происходит Господи, малый! Государство милосердно дает людям шанс помириться Насилия! Попались нам на глаза, потому что там вообще была камера включена Ты мне настолько неприятно! Ну просто представьте себе, сколько подобных случаев зафиксировано вообще никак не было Потому что не было никакой онлайн-трансляции Собирайте свои слезливые передачи или отправляйте депутатские запросы Где конкретно? Где блокировка, блядь? Все это очень, конечно, прекрасно, ребята, но это верхушка айсберга, эти стримы Говнище маняет Вот такое оно искусство какать Я очень вот надеюсь, что для того, чтобы все зашевелились, но только уже по-настоящему и в нужном направлении Но нам достаточно смертей Обязательно подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, если вы согласны с моим мнением Оставляйте комментарии по старой доброй памяти Новостных выпусков будет куда больше Николай Соболев вернулся Всем спасибо и до скорых новых встреч, друзья Пока! Субтитры сделал DimaTorzok